Всем большой приветик! Вы на канале Creative Heaven. Покажу небольшие свои покупки. Делала заказ на Wildberries. Из них мне пока что только две раскрасочки пришло. Первая у нас это такая вот краски Японии от Hatbear. Это новинка, если не ошибаюсь. Релакс раскраска. У меня есть три раскраски от Hatbear. В таком примерно формате, только уже и длиннее. Высота, наверное, это выше. И от Leaky Landal я все-таки одну раскраску решила взять. Сейчас есть марафоны, проходят по милым животным или вообще по какой-то милоте. Наверное, из-за этого я и взяла. Но даже если не успею на марафоны, то, скорее всего, буду раскрашивать просто. Потом, может, сама что-то придумаю с этой же милотой. Может быть, в будущем еще будут какие-то версии. Взяла только одну, именно четвертую часть. Я не хочу собирать все сборники. Не уверена, что буду все это раскрашивать. Плюс времени не так много, чтобы все это сделать, задействовать. Ну и, естественно, проще взять один сборник и попробовать. Портреты не стала брать пока что. В принципе, мне достаточно портретов. Еще и здесь пытаться что-то раскрасить. Не дай бог испортишь. Ну, как-то вот не очень. Обзора на раскраску не будет. Мы просто ее немного полистаем. Здесь очень милые такие животные. С тенями-подсказочками, конечно же. Бумага здесь хорошая. В принципе, свою стоимость, я думаю, что окупает. Ну, конечно же, мы все хотим более бюджетно приобретать. Я бы вот за 350, за 400 скидочку... От такой бы скидочки не отказалась. Но, я думаю, многие, в принципе, приобретала я ее где-то за 400 щек. Ну, около 500 она мне вышла. Дорого. Вот. Я взяла не в момент скидки хорошей на Валберес. Так. Ну, бумага явно не акварельная. Но акварель здесь, возможно, будет хорошо работать. Потому что здесь где-то 140, может, даже и 160 грамм. Очень плотная бумага. Вот. Поэтому, возможно, что и акварелькой можно будет пораскрашивать. Ну, я навряд ли. Я здесь, скорее всего, либо спиртовыми маркерами, либо карандашами. Ну, с ломастерами, если только самую несимпатичную иллюстрацию. Хотя здесь как может быть несимпатичная иллюстрация, когда такие милые животные создания, да? Поэтому, скорее всего, будут спиртовые маркеры, карандаши. Что-то из такого вот разряда. Ну, может быть, попробую и акварель. Почему бы и нет? В принципе, можно и так сделать. Обзоры, в принципе, вы все уже видели на других каналах. И Виолетта, по-моему, снимала обзоры на серию этих раскрасок. В общем, много. Вот. Но покажу, полистаю именно в этом видео сразу, чтобы вы уже имели представление об этой раскрасочке. Ну, я уже говорила, это сборник иллюстраций со всех трех версий раскрасок. Вот. Но мне, в принципе, одного сборника должно хватить. Так, не знаю, там, наверное, уже плоховато видно. Ну, и формат такой интересный. У меня не было еще такого формата раскрасок. Вот. Поэтому это очень будет интересно в таком пораскрашивать. Вот. Ну, последние уже остались иллюстрации здесь. Досмотрим уже и все. Боже, какая милота. Не могу. Прям вообще прелесть просто. Вот это бы сейчас успеть пораскрашивать в этом месяце. Ну, в принципе, может быть, попробую. Вообще, планирую, планирую, короче, начинание новых раскрасок. И, кстати, вот эта вот страничка, здесь можно ее тоже раскрасить. На фон попробовать акварель какую-нибудь, особенно с эффектами акварель, типа Дэниел Смита или Ван Гога. Вот. И вот эти вот три значочка тоже можно было бы раскрасить. Ну, и все. На этом раскрасочка заканчивается. Также здесь, типа, подарок за отзыв о покупке 50 рублей на телефон. В принципе, тоже неплохо. Короче, вот такая вот версия раскрасочки. Ну, и краски Японии тоже давайте полистаем немного. Не знаю, я там, наверное, кадр-то не вылезла с кадра. А то мало ли. Ну, здесь все по мотивам Японии, естественно. Тоже плотная бумага где-то 120. Не, 120 грамм. 100 чуть-чуть поменьше будет. Вот. Короче, в принципе, тоже небольшая достаточно раскраска. Хотя, знаете, вот кажется небольшая, а в итоге не всегда раскрашиваешь полностью и до конца раскраски. Вот у меня есть от Хатберт три раскраски, но одна вообще у меня там начата только одна работа и все. А первые две, которые я когда только начинала раскрашивать, вот тогда раскрашивала и потом уже пошла на более серьезные раскраски. Хотя надо было бы тренироваться именно пока что на тот момент там, а потом уже переключаться на серьезные раскрасочки. Вот, ну, решила взять, короче. Почему бы нет? Их, по-моему, 4 версии вышло. Знаки Зодиака, по-моему, знаю, что что-то из этого. Потом про цветы. И еще одна какая-то. И вот такая еще. Ну, я, если не ошибаюсь, то точно есть еще четвертая. Потому что я как-то вот недавно смотрела все эти раскрасочки, знала, ну, видела три. И в какой-то момент наткнулась еще на одну. И я вот в голове, в памяти мне засело, что их должно быть четыре. Вот, но это не точно, конечно же. Могу ошибаться. Знаете, память такая штука. Кажется так, а на самом деле по-другому. Вот. Ну, симпатично. Можно пораскрашивать. Тоже так же спиртовые маркеры. Потому что односторонние. Также здесь написаны на обороте, ну, не знаю, типа трехстишья, четверостишья. Нет, трехстишья получается. Не знаю, правда, есть такое или нет в литературе. Но не суть. В общем-то, такие получаются иллюстрации. Что еще можно сказать? Но мне понравилось, если честно, больше. Хотя вот по первым четырем или пяти иллюстрациям, которые обычно в магазине предоставляют на сайтах, по ним сложно как-то определиться с раскраской, нужна она тебе или нет. Все, закончилась наша раскрасочка. И поэтому, знаете, если бы они из разных страниц брали по одной иллюстрации, то было бы хорошо. Получается, по первым, трем и четырем работам не очень понятно, нужна тебе эта раскраска или нет. А обзоры не всегда бывают и выходят они не всегда вовремя. Ну, пока что на данный момент это все, что мне пришло. Бук-депозиторий, к сожалению, за 30 дней мне еще не доставили ни одну раскраску. Но я знаю, что должны прийти вот в течение недели следующие, скорее всего. Но не факт, потому что сейчас почта, видимо, все в отпусках и работают, что в Албери, что почта стали работать слабовато. Ну что ж, я снова к вам с покупками. На этот раз без интернет-заказов то, что у себя в магазине купила. В магазине Temp, это наш канцелярский магазин, где есть художественные тоже принадлежности. Я взяла вот эти обложки, здесь вот такие зелененькие. Конечно, это неудобно для этих раскрасок, потому что, сами понимаете, тут вся палитра оттенков. Максимум только по названию цвета можно определяться, и все. Но здесь они регулируемые. Вот на эту раскраску такая обложка подошла просто идеально. Завтра пойду докуплю оставшийся штрих-код, сфотографировала, который здесь присутствует, чтобы понять точно, какая обложка была куплена. Потому что я по одной штуке взяла попробовать, разной. Уже надела на некоторые раскраски, но тут придется дорабатывать в плане того, что, видите, здесь вот мало осталось места, придется склеивать. Но это нормально, наоборот, даже удобно. Я тоже в таком формате также надела, хватило обложки на Game of Thrones. Но чуть-чуть большева-то вот здесь. Ну, не знаю, посмотрим. Просто все остальные, которые у меня есть, обложки на эту раскраску, они еще больше. То есть, прям конкретно по размеру нету на такие раскраски. И одна обложка прям шикарно села на Colortronic. Это, кстати, не самая большая. Самая большая у меня вот такая вот. То есть, она еще больше Colortronic. Интересно, на какую раскраску эта обложка подойдет. У меня больше нету в коллекции раскраски. Но я заказала Бабарыкину. Если от Екатерины Бабарыкиной раскраска больше, чем Colortronic по размеру, ну, возможно, она на нее налезет. Но единственное, что будет неудобно, потому что там спиральна пружина надета. И вот это может вызвать неудобства. Так, ну, в общем, и еще здесь были такие вот обычные какие-то обложки. Не знаю. Может быть, тоже на что-нибудь надену, подойдет. Посмотрим. Пока еще не все примерила. Не на все раскрасочки, так скажем. Завтра пойду докуплю. Короче, мне заказы мои не приходят. Я не знаю, в чем проблема. Букдопозиторий не пришел. Хотя прошло уже 32 дня. Это нормальная... Ну, это норма, короче, для доставки. В прошлый раз мне пришло от 30 до 39 дней. Где-то так примерно. Ну, вот у меня еще 7 дней в запасе. Я подожду, когда мне придет заказ с логобука. Вот. И тогда схожу на почту еще и за букдепозиторию. Возможно, они уже будут на месте. Еще. Я вообще пошла в магазин. Всего лишь-то за одной вещью. Мне с логобука идет раскраска. И там много коричневых оттенков. У меня, по-моему, одного или двух из этого набора нет в коллекции. А может, даже и трех. Ну, и я вот все, что нашла, это только такие наборы. У меня маркеры белые. Вот Мазари есть. А есть черные. Черные только синих оттенков. А белые там большая палитра. Вот. Ну, короче. И еще вдобавок взяла зеленые. Возможно, один-два тоже здесь будут, у которых у меня нет оттенков. Но, как сказать, в принципе, я сейчас раскрашиваю спиртовыми маркерами. Плюс из букдепозиторий, из логобука идут раскраски, где нужны спиртовые маркеры. Поэтому мне лишним вот это сейчас не будет. Хотя можно было, в принципе, повременить. Но очень хотелось что-нибудь купить. Сами меня понимаете. Я думаю, прекрасно. Сейчас я выкрашу. И по палитре заодно посмотрим, какие новые у меня, какие старые. Выкрашу на камеру. В общем-то, все. Этот ролик я выпущу уже окончательно. Раскраски тогда оставшиеся сниму отдельно, когда уже все дойдет. Вот. Валдберрис тоже молчит. Я не знаю, что с заказами. У меня и папе подарок не хочет приходить. И Валдберрис молчит. Хотя все уже находится в городе. Но 4 дня от моих заказов тишина. Ждите. Распакуем, не распакуем. В общем, очень, конечно, молодцы. Так, ну это был серый цвет. Теплый, варм грей. Дальше у нас идет 103. Это Потейто Браун. Сейчас посмотрим, какой он у нас. Ну, хорошо пропитанный. В общем-то, в принципе, мне Мазари нравится. Я как бы использовала и пользуюсь сейчас. Да, не так часто, как хотелось бы. Но все-таки стало намного чаще пользоваться. Ну и плюс они свеженькие, новенькие. Все красиво, четко открывается, закрывается. Никаких проблем сейчас нету на данный момент с ними. Вот. И поэтому, как бы, уже там часть, как бы, все равно портится. Они и палитру меняют оттенки. Со временем эти маркеры становятся более тусклыми, да. И даже если не раскрашивать ими, или раскрашивать очень редко. Поэтому вот решила докупить. Лишними не будут, в принципе. Так, ну и последний цвет. Это 42-й. Бронз-грин. Бронзово-зеленый. Ну, такой болотненький оттеночек. В принципе, тоже встречается часто. Так, ну и совсем зеленые оттенки. Давайте выкрасим с вами, посмотрим. Я надеюсь, я в камеру показываю. Я, как всегда, неправильно устанавливаю штатив. Точнее, иногда его меняю. И забываю потом поставить в том положении, в каком он должен быть. Так, открыла. Сейчас будем смотреть, что у нас тут за маркеры. В принципе, я уже там от части маркеров, наверное, как раз-таки избавлюсь. Смотрю, которые уже, краски в которых нету, но они еще пропитаны. Их тоже совсем не рисуют. Я их тоже выкину. Так, елогрин. Ну, по-моему, такой оттенок у меня есть. Давайте тут рядом повыкрашиваем. Вообще, смотрела на большой набор. Потом подумала, что ладно, у нас в магазине дороговато, у меня бонусов маловато, так скажем. И решила, что не буду я брать большой набор в магазине. Я тогда думаю, что закажу. Но поняла, что сейчас пока что я не буду ничего больше заказывать. Мне сейчас немножечко другие приоритеты. Спиртовые маркеры не так важны на данный момент. Поэтому вот этих двух маленьких наборчиков мне будет достаточно. Но с пустыми руками с магазина, как вы понимаете, уйти не удалось. Я купила вот эти маркеры. Ну, и меня что-то прибило немного. Захотелось мне разнообразия. И я купила еще и карандаши. Вот. Ну, я, знаете как, отношусь нормально к этой покупке. Ничего страшного. Да, можно было обойтись без нее. Но сейчас мы до всего дойдем. Так, ну, в принципе, получается у нас вот так. Давайте я посмотрю, покажу, какая у меня палитра маркеров. И есть ли здесь повторяющиеся оттенки. Так, вот она моя палитра у нас получается. Ну, я точно знаю, что у меня есть первый номер. Вот такой вот. Wine Red. Дальше у меня есть такой вот маркер точно. VG7. Даже мы сейчас посмотрим с вами. VG7 у меня есть. Дальше у нас идет 103. 103-го у меня, наверное... А, нет, есть. Вот он. Есть 103-й. Ну, ладно, тоже не страшно, в принципе, 104-й. А вот 104-го, по-моему, уже и нету. Да, тут есть 101-й, 102-й, 103-й. И все, 104-го нет. Вот он, в принципе, должен подойти. Это такой теплый коричневый, он должен встретиться в раскраске обязательно. Так, 42-й бронза есть у меня. Тоже не страшно на повтор. И 95-й, 95-й, 95-го нету. В общем-то, удачно. Сколько, получается, два маркера новых. Но они отличаются. Белый с черным немного имеют отличия. Белые меньше растекаются, чем черные. Поэтому я считаю, что, в принципе, тоже сойдет. 52-й оттенок у нас есть. Давайте еще смотреть. 48-й оттенок у меня есть. Здесь он такой. Здесь вот он уже желтоватый стал. Здесь вот, мне кажется, он более зеленоватый. Да, скорее всего, так и есть. Дальше. 45-й оттенок у меня есть. Ну, будет поярче. Да, они меняют немножечко оттенки, меняются. Но я имею в виду, со временем цвет становится хуже. Вот он, 38-й. Так, дальше у нас идет 47-й. 47-й, наверное, тоже есть. Да, 47-й есть. А из зеленых, получается, у меня вся есть палитра. 56-й, да. Ну, по-моему, зеленые я покупала как раз-таки. Но это белые. У меня сейчас черные, а на выкраске это белые были. Вот. Но мне кажется, что вот эти пишут сейчас лучше, чем то, что у меня уже есть в коллекции. Следующая покупка, которая была совершена мной в магазине. Вот. Она уже у всех есть, но у меня не было. У меня был только маленький набор манделуз из шести акварельных карандашей. Просто мне, ну, мне отдавала Оксана Хобби на пробу. Я как-то раз попробовала, но потом был момент, когда акварельные карандаши мне были не нужны, и я ими не раскрашивала. Потом я решила уже купить Фабер Костель попробовать. Ну, и, в общем, манделузы из шести карандашиков так и остались лежать на месте. Вот. Плюс они лежали в таком неудобном пенале, который я очень редко доставала, да. То есть были такие моменты. Но вчера в магазине я не удержалась, короче, и все-таки купила эти карандаши 72 цвета. Со скидкой они мне обошлись, в принципе, точно так же, как и в интернете. Продаются они по 2000. Сейчас на Азон, по-моему, на них есть акция. За 2000 можно найти около 200, что-то там вот где-то в этом районе. На Валдберест подороже. Ну, дороже всего стоит. Но там скидка. Скидки у всех разные бывают иногда, поэтому может цена варьироваться. Вот. Мне нравится очень удобная коробочка выдвижная. Вот это достаете, убираете в сторону, да. Можно, в принципе, первое время хранить так. У меня пока что пеналов мало. В наборе здесь шли две точилки. Я чуть-чуть переснимаю, потому что там не получилось нормально снять. Вот. Руки тоже окнами все ободрала. Так что мыло окна. Короче, точилки все лежали вот здесь. Две. Но мне не нужны эти точилки на самом деле. Хотя иногда, если честно, применяю. То есть бывает вот, ну, убиралось, да, куда-то положило основное. Карандаши в магазине давно уже лежали, поэтому я вижу здесь налет на одном карандашике. Восковой, наверное. Я так понимаю. Не знаю, на какой основе эти карандаши, но если есть налет, то, скорее всего, это воск. Но могу ошибаться, в общем-то, в принципе, я в этом не разбираюсь, да. Не интересовалась. Также в каждом слоте лежат три кисти. Это первая тройка у нас, потом идет шестерка. Давайте буду уже выкладывать. Дальше идет шестерка. И последняя кисть там идет восьмерка. Все, ну, все слои были проложены картонной защиткой. Тоже, в принципе, неплохо. Вот. И давайте смотреть. В общем, мне понравились манделузы, могу уже стопроцентно сказать. Я в рассказке еще не пробовала, но вчера общалась с Аней. И она ищет акварельные карандаши и попросила, ну, спросила, какие лучшие. Ну, я начала делать небольшое сравнение. Вот. Здесь у нас представлены манделузы, неони набор акварельный, дюреры, фабер-кастелли, фабер-кастелли, голд-фаберы акварельные и лира. Лира, на удивление, на этой бумаге себя хорошо повела, но она не на каждой бумаге будет нормально раскрашивать. То есть вот дюреры, манделузы, я так понимаю, будут раскрашивать везде хорошо. Неони вообще не стоит, мне кажется, даже приобретать. Ну, то есть, знаете, в Ботаникуме я раскрашивала неони, было все хорошо. Там мне понравилось раскрашивать. Видимо, тоже для них нужна своя бумага. Ну, вот на такой, это, по-моему, из дешевого варианта акварельная бумага, бюджетная точнее. Вот. Ну, короче, если кому интересно, то, наверное, мое такое мнение, да, в принципе, по этой выкраске незначительной можно понять, что здесь три фаворита, это манделузы, дюреры и голдфаберы акварельные. Это вот три вида карандашей, которые можно покупать акварельные и раскрашивать ими в свое удовольствие. Так, ну и теперь по манделузам. Сейчас я покажу выкраску. У меня уже блокнот, смотрите, какой полный, он уже заканчивается. Ну, здесь не все красивые выкраски, но все-таки. Так, манделузы, вот и на начало у нас. Нумерация на карандашах есть, она какая-то двойная, но, ну, здесь, в общем-то, одна цифра одного одинаково на каждом карандаше, вторая цифра, это уже номер карандаша. И у них есть такие вот, я не поняла, в чем это прикол, возможно, это была просто новая линейка, и они нумерацию такую сделали, что идут 1, 2, 3, 4, 5, 6, потом вот так вот идет 132-й, потом 8, ну, вот, вы сами, в общем-то, все видите. Здесь бумага не очень хорошая на этом блокноте, поэтому карандаши тут себя показали не совсем хорошо, не очень мне понравилось, они здесь размылись, слишком блиноватыми немного стали, вот, но не критично, не все оттенки, в принципе, это в каждом карандашах встречается, то, что один оттенок может лучше работать, другой оттенок будет чуть хуже работать. Вот, так, и последняя страничка, вот она, я выкрашивала и в размытом виде, и обычные. И универсальность, чем мне понравилось этих карандашей, то, что их можно, в принципе, в сухом виде раскрашивать, потому что ложатся они очень хорошо на бумагу, даже на такую, которая здесь, хоть она и плотная, но вот она как-то царапается, то есть любой карандаш, какой наносишь, он скатывает ее, эту бумагу, вот, видимо, не знаю, может быть, хлопка много в составе, но я, опять же, в этом не разбираюсь, поэтому, чем будем уточнять. Так, ну, я не знаю, есть ли смысл на камеру парочку цветов повыкрашивать, мне кажется, что нет. Так что теперь я буду в удовольствие раскрашивать этими карандашами, они мне очень сильно понравились. Ну, можно, конечно, попробовать еще что-нибудь выкрасить уже именно на камеру, извиняюсь за звук, потому что на камеру как-то, наверное, это получше. Так, давайте я, наверное, пока так сделаю их и повыкрашиваем чуть-чуть, потому что, знаете, как бы одно дело на готовые выкраски, да, а другое дело еще не на готовые. Ну, я так понимаю, что смысл есть повыкрашивать немного и поразмывать, потому что не у всех есть мандалузы еще, да, как вы понимаете. Видите, я вот сколько долго держалась, я не покупала их, реально я год ходила в магазине, смотрела на мандалузы и не могла решиться на них, думаю, ну, может, они мне не нужны, потому что другие карандаши от Кухенор мне не очень нравятся. Это мои чисто предпочтения, да, вы сами понимаете, но вот бывает такое, что не совсем, не все карандаши мне из этой фирмы нравятся. Так, ну что, видите, растирается он тоже достаточно далеко, но чем больше растираешь, тем светлее становится оттенок. А если его, конечно же, сделать, размывать чисто только по одному месту, а и вот он очень сильно пылит. Мандалузы пылят прям так неплохо, дюреры не пылят, допустим, я вчера делала когда выкраску, точнее, эксперимент, так скажем. Если, в общем, на одном и том же месте вот так вот втирать краску в бумагу, то видите, насколько ярким карандаш так и остается. Поэтому тут как бы вот, смотря какая техника у вас будет, да, раскрашивание, но очень достаточно, в принципе, неплохо. Посмотрим. Пораскрашиваю в некоторых раскрасочках. И проблема Мандалуз, я так поняла, но здесь они не протекают, а вот в раскрасках у многих они протекают. Но, опять же, есть односторонние раскраски. В общем-то, можно выбрать, где пораскрашивать без каких-либо проблем, да. И вот у нас еще синий оттенок. Давайте посмотрим. Мне кажется, что это Индиго. Индиго и, наверное, обычный Индиго, не Дарк. Тоже у них есть разница. В общем, я довольна на все 100, в принципе. Мне понравилось. Можно было и намного раньше их купить. Ну, как говорится, хорошая мысля приходит опосля, поэтому так вот у нас и получилось. Мне хотелось пробовать много, все больше и больше, и поэтому я покупала всегда себе постоянно разные наборы и такой фирмы, и другой фирмы. Я не переживаю за то, что эти карандаши могут не срисоваться, потому что, как вы понимаете, у меня две дочки, садик, школа. В общем, возможно, они тоже будут раскрашивать. И кто знает, кто знает, возможно, вся эта канцелярия им пригодится однажды, да. Ну, и в любом случае, я так или иначе раскрашиваю всеми карандашами, которые есть в моей коллекции. Какими-то чаще, какими-то реже, но это тоже неплохо. И когда есть большой выбор, то тоже это очень хорошо. Ну, что ж, наверное, думаю, что на этом все. Были вот такие вот у меня покупки. В принципе, меня все устроило и в карандашах, и маркеры. Черные хорошо пропитаны, получше, чем то, что у меня. У меня такие же, если я вдруг не говорила об этом, то у меня в белом, белые такие карандаши, я хотела сказать, маркеры. Вот, жду раскрасочки, короче, и начну применять уже в некоторых раскрасках эти маркеры. Ну, и в тех, которые уже есть у меня тоже. Ну, а вам большое хочу сказать спасибо за просмотры. Если вам понравился этот ролик, то, конечно же, оцените его. Вот, и спасибо всем, кто подписывается. Нас уже 500 человек, ну, там уже 500 с лишним. Что-то как-то так прибавилось. Хорошо, спасибо вам за это огромное. Я очень вам признательна, благодарна. Буду стараться делать лучшие ролики. Ну, короче, в общем, развиваться, стараться в лучшие, и чтобы вам было приятно, и мне было комфортно, и так далее. Ну, и все, всем большое спасибо. Всем пока-пока, и до новых встреч.